Привет всем! Давно не было классических выпусков «Расти чужой взгляд». Это связано с тем, что они требуют огромного количества времени. Нужно посмотреть, потом нарезать, потом написать сценарий, потом все это смонтировать. В общем, если раньше я мог находить на это время, то сейчас с этим большая проблема. Тем не менее, хочу поблагодарить одного из героев, опять-таки, выпусков «Россия чужой взгляд» Тема Крикунова. Видео с ним сейчас обрело вторую жизнь. В общем-то, я думаю, мы снимем вторую часть. Это человек, напомню, который прожил много лет во Франции, обернулся в Россию и сейчас тут играет джаз. Собственно, именно он рассказал мне про сериал замечательный «Years and Years», «Годы и годы». И он прекрасен во всех отношениях. Единственное, что я буду говорить только про первую часть, про первую серию. Честно говоря, на дальнейшее меня не хватило. Во-первых, здесь собрано все, что сейчас характеризует современную Англию. Ну, вот, например, смешанная пара. Она такая black-при-black, а он такой white-при-white. Его сестра родила от китайца и говорит «Он такой китайский». Еще один брат, который сидит вместе с сестрой в роддоме, спрашивает «А что насчет отца?» На что она отвечает «Это не его дело». То есть, прогрессивная мать-одиночка. И вы знаете, как она назвала своего сына «Линкольн». Я отказываюсь в это верить, но она назвала его «Линкольн». А сам он, этот вот брат, выходит замуж или женится. Но это уже кому как ближе. Ах, вы геи, мои геи, геи, клевые мои, геи клевые, приклевые, английские. Бабушка семейства обладает таким врожденным черным британским юмором. Отправляясь на знакомство со своим, получается, уже правнуком, она говорит «Ну, поехали, посмотрим на эту маленькую свинью». Дочь Белочерных использует приложуху, которая позволяет уже в реальном времени навесить на себя какой-нибудь аватар. И надо сказать, что «Мамии» это немного раздражает. Я думаю, что не за горами, когда такие возможности появятся и в реальной жизни, и некоторые будут навешивать на себя, например, аватар Иосифа Виссарионовича, а некоторые аватар Николая Второго, а некоторые Винса Дизеля. В общем, мы имеем некую картину недалекого будущего с акцентом на толерантность и технологической идиотии, которая превращает людей в экзистенциальных идиотов. Это еще не все аспекты, я про некоторые еще скажу, но я бы, конечно же, не стал бы включать этот сериал в серию «Россия. Чужой взгляд», если бы не «Я надеюсь, вы сидите». Украинская армия захватила контроль над правительством, и она пригласила советские войска для поддержания порядка. Украинская армия принимала контроль над правительством. Они пригласили соеветную армию в Киев, чтобы сохранить стабильность. Советская армия. Советская армия. Привет, мами. Привет, мами. И, конечно же, украинцы побежали из своей родной страны. Ну, как тут не побежать, когда наступает, точнее, пришла в гости и, судя по всему, надолго кровавая советская армия. И они побежали в разные стороны света, включая Англию. Вот за последние несколько дней уже, точнее, месяцев 500 человек прибыло на берега Туманного Альбиона, и для них построен целый микрогородок. Вы, кстати, заценили, как выглядят типичные украинцы? Одна из сотрудниц начинает спорить на тему того, что они не беженцы, а просто искатели политического убежища. На что ей возражает, там же войска, там солдаты на улице. На что она логично отвечает вопросом, мы что, находимся в состоянии войны с Россией? И ей отвечают, нет, пока, нет. Зацените это, пока. Ну, тогда они не беженцы. Дальше больше. Уже известный нам герой гей говорит, что 97% на Украине проголосовало за российское гражданство. И теперь Россия знает про оставшиеся 3% все. Ну, вы понимаете, что наш кровавый гулаг сделает с этими оставшимися тремя процентами. После этого наш герой гей приходит в один из домиков, где живет беженец с Украины. И он оказывается такой неземной гейской красотой по имени. Меня зовут Виктор. Виктор Гория. Виктор Гория. И тот рассказывает, как его пытали советские спецслужбы, которые пропускали электричество через ступни его ног. И он показывает маленький шрам от этих пыток. Правда, шрам уже начинает исчезать. А что они спрашивали? Имена его друзей, адреса и даже бары, в которые они ходили. Но я думал, это легально на Украине? Нет. Только не с новыми российскими законами. Но факт в том, что инквизиторами были украинцы. Вот так наша гомофобная власть вместе с украинскими инквизиторами пытает несчастный геев на территории незалежной. А между тем мы находимся на стадии завязки любовного романа, когда один трогает ноженьку другого. Хочу напомнить, кстати, что он женат или замужем. Между тем в черно-белой семье выясняют, что дочь исследовала интернет по тегу «транс». Очевидно, что она хочет стать трансгендером. Ну, трансгендер так трансгендер. У родителей шок, но он быстро проходит. В конце концов, это их дочь. Надеюсь, что она будет в порядке. Или он будет в порядке. Или они. На следующий день дочь признается, что она чувствует себя некомфортно, потому что, ну, она не принадлежит этому телу. Я думаю, я транс. Ну, родители ее поддерживают. Ну, хочет девочка стать мальчиком. Мы всегда тебя любили и будем любить. Но тут выясняется, что девочка не транссексуал. Она трансхьюман. Хьюман – это человек. То есть у нее берут мозг и загружают в облако. Ну, интернетное, понятное дело. И она становится цифровой. Диджитал. А что насчет твоего тела? Отдается в переработку. Ресайкл. Я стану информацией. Дейта. Надо сказать, что такой поворот событий мамочке не понравился. Она пригрозила отключить интернет и сделать дочь аналоговой, чтобы та больше не смогла читать ничего подобного. Но сначала она сделала тебе аналоговой, а там что дальше? Анальной. Однако это не весь набор толерантный. Чего-то не хватает. Ну, посмотрите сами. Черно-белые есть, геи есть, даже трансхьюман есть. Кого? Кого не достает? Ну, конечно же, инвалида-колясочника. И это очередная мамаша, сестра вот этих вот братьев, которая, сидя в парке, кадрит папашу-одиночку. А бабуля делает комплимент своему зятю или невестке, в общем, тому, кто женат на ее внуке. Ральф, ты выглядишь в этой рабочей одежде очень секси. А во время свидания нашей маме-колясочнице и ее потенциальный любовник показывают роботы. И когда у них доходит до того самого, то мамаша обнаруживает в ящике странный предмет. Мне было одиноко, ну, понимаешь? Что же это такое? Когда робот произносит, что отверстие открыто, мамаша негодующе спрашивает у своего несостоявшегося полового напарника, ты что, занимаешься сексом со своим роботом? В конце серии все семейство собирается у бабули. Один из ребятенков, китайский, который зависает в игрушке, другой пытается включить телевизор. Бабушка подрубает его в розетку и говорит, любя, ты мой маленький идиот. А тем временем США наносят ядерный удар по Китаю, и в Англии начинается какой-то тотальный беспредел. Вот, например, что творится в городке для беженцев с Украины. Ну и поскольку, судя по всему, наступает третья ядерная война, которая станет последней, наш герой-гей бежит от своего мужа или от своей жены в этот городок с беженцами украинскими. Там находят неземной красоты Виктора, и они усиленно трахаются. Надо заметить, и я уже неоднократно это говорил, что я-то сам не гомофоб. Ну, это личное дело каждого куда и что. Просто меня, как любого там straight, немножечко напрягает, когда это вот прямо, знаете, так усиленно выпячивается. Пока этого не происходит, I'm okay with that. Я проработал в интернет-агентстве, у нас было две лесбийских пары, которые, ну, даже детей себе заделали. Никто их, знаете, на костренье сжег и на кол не посадил. И помимо них были еще там девочки-мальчики. Ничего, даже бухали вместе неоднократно. Честно говоря, я ожидал от этого сериала, ну, некого продолжения в стиле, вот, не знаю, Black Mirror, Черного Зеркала. Ну, увы, это не случилось. Они очень круто подчеркнули, конечно, вот всю эту идиотию. Я думаю, что и все вот эти вот как раз шаблоны, они собрали намеренно, да, геи, черно-белые, инвалиды и так далее. Все это в одной семье. Опять-таки, какой замес России? Забегая вперед, хочу сказать, что в начале второй серии там уже идет речь о том, что Путин становится вечным президентом. Ну, мы-то знаем, что ничто не вечно под луной. Даже Путин. А я буду стараться все-таки по возможности разбирать наш любимый, в кавычках, трешачок, как, например, этот. И спешу напомнить, что идут экскурсии в Москве, в Петербурге. 5 октября в Москве мы гуляем по дворам. Покажу голдерейки, закопанные дома и все, что с этим связано. 6 октября мы гуляем за Москворечьей. Ордынка, Третьякова до террористки Беневской. Там будет и Ахматова, и сам Павел Третьяков, и архитектор Щусев, построивший мавзолей, а начинавший с культовой архитектуры в Марфо-Мариинской обители. Основанной Елизаветой Федоровной, вдовой Сергея Александровича, которого укокошили террористы из боевой организации социалистов-революционеров. 9 октября в Петербурге экскурсия «Свинин против всех. Княгиня и террористы». Она посвящена Елене Павловне, архитектору «Свинину», Русскому музею, памятнику Пушкину, убийству шефа жандаров Мезенцева и всему остальному. 11 октября в Москве от Масона до Кропоткина. Мы гуляем от Кольца до Кольца, от Бульварного до Садового, переулки Москвы. 12 октября Меньшиковая башня. Чертовщина в действии. Мы гуляем от чистых прудов. До Лубянки и обратно покажу, где происходили революционные бои 1905-1917 года. 13 октября в Петербурге проходные дворы «Пушкин», «Теракты» и «Пирожки». Пройдем по довольно чистым проходным дворам между Мойкой и Большой Конюшиной. Расскажу про последний адрес Пушкина, про все те теракты, которые происходили в районе Дворцовой. Ну и, соответственно, зайдем в культовую капельницу на Большой Конюшиной. Ссылки на это все есть как у меня в группе ВКонтакте, так и на сайте, так и в аккаунте в Инстаграме. И идет набор экскурсионной группы «Берлин и Париж». В Берлин осталось только два места свободных. На октябрь, конец октября, в ноябре еще есть. И в конце января мы едем в Париж. И думаю, что на самом деле, если у кого-то есть желание поехать в Берлин в марте, то тоже уже можете мне писать. Возможно, если наберется группа, поедем туда и в марте. И еще, если вам вдруг кому-то интересно, хочу напомнить, что вышел мой ролик о особняке Матильды Кшесинской, о его судьбе, о том, как там оказался Ленин. Но он находится не на моем канале, а на канале компании «Северный город», благодаря которой, собственно, я его и снимал. Ссылку я точно так же помещу вот там внизу. На этом все. Оставляю эти комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok